ПАРАМА ЭКАДАШИ Махарад Швитхи Штхира сказал, обращаясь к Шри Кришне. О Всевышний Господь! Как называется Экадаши темной половины дополнительного месяца Високосного года? О Владыка всех Вселенных! Каким образом Ему правильно следовать? Милостиво поведай мне все это! Господь Шри Кришна ответил, этот особый дополнительный месяц, называемый Парушоттама, бывает Високосный Ведический год, и он очень дорог мне. Все духовные дела обретают в нем великую силу. В месяц Парушоттама есть два Экадаши, о первом, под мини Экадаши, бывающем на растущую луну, я уже рассказал. А этот второй Экадаши, во второй части месяца Парушоттама, когда луна убывает, называется Парама. И оба эти Экадаши равны по силе. Парама переводится с санскрита как Высший. Итак, дорогой царь, послушай же историю, связанную с этим Экадаши. Я услышал эту историю в городе Кампилья от великих мудрецов. Жил когда-то в Кампилье благочестивый браман по имени Суметха со своей женой Павитрой, которая была очень целомудрена и предана своему мужу. Из-за накопленных в прошлой жизни грехов Суметха не имел денег и зерна. И даже хотя он просил у многих людей подаяния и пищу, жили они с супругой впруголодь. Суметха трудился как брахман и собирал пожертвования за свой труд. Но этого едва хватало на самую скромную еду и одежду. Его прекрасная молодая жена имела такой великолепный характер, что продолжала верно служить Суметхе, несмотря на его бедность. Когда к ним в дом приходили гости, Павитра всегда давала им еду. Хотя сама часто была голодна, ее прекрасное, подобное лотосу лицо, никогда не было хмурым. Голод делал ее слабой, но ее служение Суметхе оставалось нерушимым. Видя все это и жалуясь на свою неудачливую судьбу, Суметха однажды сказал Павитре. Моя дорогая жена, о прекраснейшая, я прошу милостыню у богатых людей, а получаю всего лишь остатки. Что мне делать? Как можно изменить наше положение? Где мне искать помощи? О самая послушная и любящая жена, без достаточного благополучия дела домохозяина никогда не будут успешными. Поэтому позволь мне поехать в чужие края и приобрести достаток. Если я сделаю такую попытку, то я, конечно же, обрету удачу, необходимую для счастья. Без усилий человек не сможет удовлетворить свои желания и потребности. Мудрые говорят, что предпринятая с энтузиазмом попытка всегда благоприятна. Услышав такие слова от своего мужа, Павитра сложила ладони, ее глаза наполнились слезами, и она сказала ему с величайшим уважением и любовью. Я думаю, что нет более великого и ученого человека, чем ты, мой дорогой супруг. Тот, кто и в беде думает о чужом благополучии, говорит, как ты сейчас. Однако в священных писаниях сказано, что богатство, которое человек имеет в настоящей жизни, зависит от благочестивой деятельности в предыдущих жизнях. И если он в предыдущих жизнях не раздавал милостыни, то он может, даже сидя на горе золота, равной горе Сумиру, оставаться бедняком. Любое пожертвование в виде образования денег, плодородных земель вернется к человеку в будущих жизнях. Мы получаем то, что отдаем. Никто не получит никакого благополучия, если он не раздавал милостыню в предыдущей жизни. О, лучший из брахманов, так как мы сейчас бедны, значит, в предыдущей жизни и ты, и я не давали милостыню бедному. Поэтому, о, милостливый муж, ты должен оставаться здесь со мной. Без тебя я не проживу и мгновения. Без мужа женщину не встретит, не поприветствует ни ее отец, ни мать, ни брат, ни свекор. И никто из ее семьи не будет рад ей. Каждый скажет, ты потеряла своего мужа, несчастная, поэтому меня будут сурово осуждать. В гору Дипура не сказано, что целомудренная женщина всегда думает, что служить своему мужу, утвердившемуся в духовном, это ее небесное наслаждение, высшая обязанность и величайшая аскеза. Если ее муж доволен, то такая жена думает, что доволен Всевышний Господь и все полубоги. Служа своему возвышенному мужу, жена служит Господу. Пожалуйста, останься со мной и удовлетворись тем, что мы имеем. А что суждено, само придет к нам в назначенное время и должным образом, и принесет нам счастье. Выслушав эти жалобные слова своей жены, Суметха решил остаться в родном селении. Однажды туда прибыл великий мудрец Каундинья, и увидев его, Брахман Суметха и его жена предстали перед ним и выразили свое смиренное почтение. Со склоненной головой Суметха приветствовал его и сказал, «Мы очень счастливы приветствовать тебя здесь сегодня, о мудрейший из мудрецов. Моя жизнь стала счастливой, и я очень обязан тебе». Чита бедных Брахмана и Брахмани пригласили великого мудреца Каундинью к себе в дом, предложили ему лучшие сиденья и накормили мудреца столь обильно и изысканно, насколько только хватало их возможностей. Суметха говорил мудрецу приятные слова и высоко превозносил его аскетизм и ученость. После обеда Павитра смиренно подошла к мудрецу и, сложив ладони, спросила, «О, великий ученый и святой мудрец, пожалуйста, ответь, что нам необходимо делать, чтобы избавиться от бедности?» «Каким образом человек, не дававший милостыни в предыдущей жизни, может получить хорошую семью, благополучие и прекрасное образование? Мой муж хочет покинуть меня и уехать в чужие края, просить милостыню, а я молю его остаться со мной. Это такая наша великая удача, что ты сегодня милостиво появился перед нами, о великий мудрец!» «Теперь мы, конечно же, вскоре увидим конец нашей бедности!» «О, лучший из брахманов, пожалуйста, скажи нам, как мы сможем освободиться от этих постоянных страданий, которые доставляют нам бедность?» «О, милостливый, будь добр и опиши нам средства, будь то место паломничества, которое мы должны посетить, или день, в который необходимо поститься, или аскеза, который необходимо совершить, из-за чего наше несчастье сгинет навек!» Выслушав эту искреннюю мольбу терпеливой женщины, великий мудрец Каундинь я помолчал некоторое время, а затем сказал, «Существует день поста, который очень дорог верховной личности Бога, Господу Хари. Пост в этот день уничтожает все грехи и уносит прочь все доставляемые бедностью страдания. Этот день поста, который наступает на убывающую луну, месяц Абарушоптова, известен как Парама Экадаши. Это высший день Господа Вишну». Этот Экадаши дарует все необходимое в жизни, деньги, зерно и в конце концов дает освобождение. Вечером, в день Экадаши, нужно начать петь славу Господу и танцевать в экстазе перед Божеством, и продолжать это всю ночь. Этому священному дню однажды с великой верой следовал Господь Кувера. Господь, шиво увидев, как тщательно он постился, стал очень доволен и сделал Куверу казначеем небес. Также царь Харишчандра постился в этот Экадаши, в то время как его жена и сын были проданы, и этим он смог вернуть их, а потом беспрепятственно правил царством. Поэтому, о широкоокая женщина, ты всегда должна соблюдать священный пост в Параме Экадаши, следуя всем соответствующим правилам и предписаниям и бодрствуя всю ночь. Мудрец Каундинья обратился к Брахману Суметхе, продолжая давать наставления на этот Экадаши. В два даши на следующий день после Экадаши вы должны соблюдать пост Панчератрика. Это пятидневный пост, который соблюдается в месяц Парушоттама, сразу же после одного из Экадаши этого месяца. Этот пост вместе с постом на Экадаши разрушает все грехи человека. Поститься нужно пять дней по своим возможностям. Например, можно поститься на Кичри. Это особая каша из риса и гороха Маша. Она разваривается до однородной массы и она очень полезна для очищения организма. Рис действует как щетка, а горох как мыло, прочищая организм изнутри. Еще вариант поста. На фруктах или на овощах, или на фруктах и овощах. А также третий вариант. Употреблять только продукты, которые дает корова. Рано утром нужно совершить омовение, при возможности хорошо омыться в Ганге или в других святых источниках. Но если нет возможности, то нужно омыться там, где доступно и при этом сказать «Ганга! Ганга! Ганга! Ганга!» Призывая таким образом святую реку и словно бы омываясь в ее водах. Итак, дорогой Брахман Суметха, постись вместе со своей женой, а также со своими и с ее родителями. Пять дней. К тебе придет изобилие в этой жизни, и ты станешь достойным возвращения домой в обитель Господа Вишну. Человек, который поступит так хотя бы один раз, попадет на небесные планеты. Тот, кто хорошо кормит достойного Брахмана в эти пять дней, получает результат, как если бы он накормил всех полубогов, людей и даже демонов. Тот, кто пожертвует в эти пять дней поста кувшин воды дваждерожденному Брахману, обретет благо равное награде за пожертвование всей земной планеты. Каждый, кто даст ученому человеку горшок, наполненный зернами кунжута, будет жить на небе столько лет, сколько зерен в горшке. А жертвующий горшок, наполненный золотым маслом кхи, несомненно отправится в обитель Бога Солнца, полностью насладившись на этой земле. Воздерживающийся эти пять дней от секса обретет небесное счастье и будет наслаждаться с девами Индролоки. Поэтому вы оба, ты Суметха и ты Павитра, должны поститься эти пять дней панчаратрики, чтобы получить в награду обилие зерна и богатство на всю вашу оставшуюся жизнь на этой планете. А после вашим жилищем будет духовный мир. Выслушав этот великий совет святого мудреца, Суметха и Павитра правильно соблюдали пост в Парамы и Кадыше, а после пост Панчаратрика. И вскоре к ним пришел прекрасный царевич, живший в том царстве во дворце. Он получил приказ самого господа Брахмы позаботиться о бедных брахманах. Царевич подарил чете брахманов чудесный, изысканно обставленный дом и пригласил их жить в нем. «Пожалуйста, проходите в этот дом, дорогие брахман и брахмани», сказал царевич. «Вы столь терпеливы и аскетичны, что сам творец вселенной, господь Брахма, доволен вами. Владейте здесь всем, теперь вы ни в чем не будете знать нужды. В придачу к этому дому я дарю вам и селение, вы будете править им и получать от его жителей все необходимое для жизни». Царевич поклонился и вернулся во дворец, а Суметха с супругой насладились всеми благами этого мира. Были они приветливыми, гостеприимными хозяевами, и в их доме царила изобилие. Всегда они радостно встречали гостей и угощали их просадом. И путник, и брахман получал от них милостыню, и больше супруги не знали бедности. А впоследствии они вместе отправились в обитель Вишну. История о Параме Экадаши рассказана в Скандапуране. Благодарю вас, дорогие друзья, за просмотр. Чудесного вам, Экадаши, и наилучших духовных реализаций. Благодарю вас за комментарии, вопросы в комментариях, пожертвования, подписку и лайки. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»!